В повестке 45-й сессии Народного собрания были вопросы, затрагивающие буквально все сферы жизни республики. Так, после согласования нескольких кадровых перестановок, парламентский корпус обсудил изменения в закон об административных правонарушениях. Особое внимание уделив ужесточению штрафов за несоблюдение чистоты лесводоемов и лесных насаждений, также в парках, скверах и прочих местах общего пользования. Эту инициативу в свое время выдвинула гор Думы Черкеска. Теперь ее поддержали и депутаты Народного собрания. Предлагаем на граждан от 3 до 5 тысяч рублей за нарушение этого закона, на должностных лиц от 5 до 7 тысяч рублей и на юридических лиц от 7 до 9 тысяч рублей. Далее депутаты заслушали и одобрили доклад Министерства финансов Карачаева-Черкесии об исполнении республиканского бюджета за 2017 год и первый квартал этого года. Также они согласовали внесение изменений в бюджет Карачаева-Черкесии, как на текущий год, так и на плановый период двух последующих лет. Это порядка 500 миллионов рублей. Дополнительно и наш бюджет перевалил за 25 миллиардов рублей. Ну и также внутри мы на первоочередные нужды, под эти федеральные деньги мы также должны изыскать были наше республиканское финансирование. И мы в этих изменениях это уточнили. И все вот социально значимые расходы, которые мы видели, где не хватает средств, мы вот в этих изменениях уточняли. Еще один важный финансовый вопрос налогообложения и горного бизнеса. Республиканский Минфин установил, а депутаты одобрили максимальную процентную ставку для букмекерских контор и детализаторов Карачаева-Черкесии. До конца года это должно принести в региональный бюджет более миллиона рублей. Другой законопроект, инициатором которого выступил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, коснулся правил розничной торговли тонизирующими напитками. Если раньше ограничения касались времени продажи тоников, то теперь будет рекламентировано место не ближе 100 метров от образовательных и медицинских учреждений, с культурно-оздоровительных комплексов и мест проведения молодежных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Если так посмотреть, это, конечно, большой объем. Возле каждой школы, садиков не должно подаваться, это охватит почти весь город. И это должно дать эффект по борьбе с этими тонизирующими алкогольными, по словам, алкогольными тонизирующими напитками. Также парламентарии обсудили федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста. После обмена мнениями большинством голосов документ был поддержан. Всего же на 45-й сессии парламента депутаты обсудили более 40 вопросов. Татых Джалавян, Екатерина Иванова и Мурат Коечев, Архив, 24.